Всегда ли разноцветные слоны предвестники ничьи? Или можно все же попробовать побороться за победу? Если на доске у каждого из игроков осталось по ферзю, игра еще полна возможностей для обеих сторон, и надо пробовать играть на победу. Мы сегодня посмотрим два классических окончания, сыгранные в 1985 году. Первое окончание мы видим на доске, я Серсей Рован против Михаила Таля. Давайте смотреть, давайте изучать. Мы видим ситуацию, когда белые и черные усиленно менялись, и черные своим последним ходом предложили размен ферзей. Если бы белые приняли предложение и побили на Д7, тогда бы ничья была неизбежна. Но на доске, пока остаются ферзи, надо внимательно смотреть на разницу безопасности королей. И тут мы видим, что белый слон, стоящий на Ц3, контролирует клетки G7, H8 и F6, которые находятся в непосредственной близости от черного короля. А вот черный слон, стоящий на F5, клетки G2, H1 и F3 не контролирует. В этом случае белые имеют право играть на победу. Ну и плюс, даже если у них что-то пойдет не так, они всегда могут свернуть на ничейную тропинку. Поэтому очевидно, что белые в этой партии пошли в ферзь Е1. Почему на Е1, почему не на Е2, скажем? Дело в том, что на ход ферзь Е2 следовал бы ход в ферзь Д3, предложение размена ферзя с темпом. То есть белым опять бы пришлось отказываться от предложения, но уже тратить темп на этот отказ. Слон Е6. Ход ничего не портит, но есть ощущение, что черные в лице Михаила Таля не понимали грозящей им опасности и действительно надеялись на простое правило, что там, где разноцвет, значит скоро будет ничья. Но нет. Белые задумали создать батарею по большой черной диагонали, поставить туда слона и ферзя. Они играют в Б3, собираются отвести слона на А1 или на Б2 по вкусу и поставить соответственно своего ферзя куда-то в район С3. Очень важный момент. Прямо запомните. Если ваша позиция в разноцвете кажется чуть хуже, если ваш король чувствует себя в опасности, клетки рядом с ним простреливаются вражеским слоном, применяйте прием, который называется эвакуация короля. В партии Михаил Таль сыграл немножко, ну, можно даже сказать, безалаберно. Сыграл С5, Б5 и соответственно после хода ферзи Ф1 практически была построена белая батарея. Мы сейчас вернемся к рассмотрению партии. Там еще много интересных моментов. Еще не все кончено, но о чем я начал говорить? Об эвакуации короля. Если бы здесь Михаил Таль понял, какая опасность ему грозит и начал бы плавно двигаться в сторону ферзьевого фланга королем, то практически весь перевес белых свелся бы к нулю. Конечно, да, тут был бы шаг, да, и даже была бы какая-то вот конструкция такая относительно грозная. Но, объективно говоря, черные здесь могут держаться. Они тут какие-то ходы вроде как ферзь Е7 могут рассмотреть. Да, поприятнее позиция у белых, но все держится довольно легко. А вот после ходов Таля, С5 и Б5, держать позицию становится все тяжелее и тяжелее. Угрожает ход ферзь Ф6 с последующими ферзь Х8, ферзь Е7 ходами неприятными. Черные атакуют слона. Приходится слона ставить на Е5. Слон здесь параллельно еще пешку Ж3 защищает и оказывает какое-то давление на ферзьевый фланг. То есть всегда он способен перебежать на ферзьевый фланг для атаки пешек С5 и Б4. Ферзь Д8, ферзя на Ф6, ну никак нельзя пускать, но белых это не останавливает. Они решают построить батарею с другого входа. Они вторгаются в лагерь и плавно создают угрозу выигрыша пешек С5 и Б4. Обратите внимание, кстати, на ход короля Ж2. Поскольку перевес у белых носит стабильный характер, перед переходом к решающим действиям, а решающие действия это что? Это обычно пешечные прорывы, это как раз съедение какой-либо слабой пешки, на которую мы положили глаз. То есть вот перед какими-то решающими действиями, если соперник не имеет возможности улучшиться, полезно максимально улучшать свою позицию с точки зрения безопасности короля, чтобы ему никакого внезапного шаха не прилетело, с точки зрения улучшения позиции пешек, если они стоят плохо. Ну, в этой позиции улучшить белым пешки нельзя, поэтому они только короля и улучшают. Слон идет на Д5, слон идет на Д6, и пешки аккуратно съедаются. Ну, тут какие-то трюки Таль пытался сделать. Опять же, в случае хода ферзь С5 белые получали разноцвет, наверное, даже с двумя лишними пешками, но выиграть этот разноцвет было бы очень тяжело. Помните, пожалуйста, разноцвет без ферзей, без лаги, то есть только с разноцветными слонами. Часто, я не говорю, что всегда, но часто можно удержать и без двух пешек. Конечно, сложно, но можно. Поэтому, естественно, белые в этой партии не бьют ферзем на С5, тратят время на отход ферзем, но зато все пешки съедают слоном. Ну, слоном, соответственно, и ферзем, без разменных ферзей. Вот уже две лишние пешки. Слабость короля никуда не делась. Слон по-прежнему в полях. Е7, Ф8 обстреливает. Слон идет на Е6, слон идет на Д4, финальная перестройка. Ферзь уже готов залезать в лагерь по полям ФБ8, ФЕ5 или ФБ8, ФХ8. Х5, ФБ8, Король Е7, ФЕ5. Черные пошли в ФД5 и после кода ФФ6 сдались. Почему? Потому что тут уже получается третья лишняя пешка у белых. Ну, с тремя лишними пешками уже можно даже будет и на размен ферзей пойти. То есть, Таль очень поздно спохватился за своего короля. И к моменту, когда он начал эвакуацию короля с королевского фланга, он уже потерял две пешки и терял третью. Поэтому ничто его не могло спасти. Возвращаясь назад, если бы он подумал про эвакуацию короля заранее, то, скорее всего, мог бы свести партию в ничью. Это был очень интересный пример, который нас научил смотреть внимательно за безопасностью короля. Если мы слабейшая сторона, применять эвакуацию короля с опасной части доски. Но сейчас мы посмотрим еще другой интересный пример. Здесь уже был ослаблен король в следующей партии. В следующей партии я даже хочу вам быстренько пробежаться, рассказать, как вообще появляются окончания с разноцветными слонами при ферзях, ну и при лагерах. Но чаще всего при ферзях. Обычно они появляются из закрытых начал, вроде ферзевого гамбита. Часто, кстати, они могут из найдорфа, из каких-то спокойных вариантов найдорфа вырасти. Но, в общем, не суть. Как обычно развивается партия, в которой возникают разноцветные слоны. В какой-то момент, в дебюте, ну давайте с самого начала, был разыгран ферзевый гамбит. И на попытку черных прогнать слона, белые, чтобы не терять темпы, слона меняют. Дальше развиваются, как им удобно. И получается позиция, где у черных преимущество двух слонов. Что делают белые? Ну, у белых, естественно, в компенсацию лучший центр, лучшее развитие, лучшая расстановка ладей, да, то есть, какие-то динамические факторы позиции, скорее, в пользу белых. Но, преимущество двух слонов у черных. Что делают белые? Белые в какой-то момент понимают, что преимущество двух слонов вещь серьезная. По совету многих классиков, в том числе и Ботвинника, идут менять одного из слонов соперника, ну, чтобы у соперника преимущество двух слонов пропало. Во-первых, не хочет, упирается, приходится как-то пытаться уже коня на слона поменять. И вот, мы видим с вами окончание, ну, пока еще не окончание, пока еще митежпицы с разноцветными слонами. Ну, если мы начнем мысленно представлять, что какие-то фигуры уходят с доски, опять же, ушли все фигуры с доски, кроме слонов, будет битая ничья. Ушли все фигуры, кроме слонов и коней, я бы тоже не сильно надеялся на победу. Тут я не стану приводить примеры в этом видео, но, поверьте, на практике кони слон против коня и слона, когда слоны разноцветные, без каких-то явных проходных пешек, ну, не удается обычно даже на уровне КМСа кому-то друг друга пробить. То есть, все надежды на игру на победу, когда остается ферзь и слон, ну, в редких случаях ферзь и ладья, но мы сегодня про ферзя и слона говорим. Итак, преимущество двух слонов белые у черного забрали, но получился какой-то разноцвет. Соответственно, белые здесь настроены резко против размена ферзей. Конь на Е5, коней поменяли, опять же, с точки зрения игры на победу подчеркиваю, коня оставлять особого смысла нет. Дальше, поменяли ладий, и вот, что мы здесь видим. Можно сказать, типичное окончание с разноцветными слонами и с ферзями на доске. Из кучи ферзевых гамбитов возникает конкретно эта партия Ульф Андерсон против Нанны и Осилиани. Тоже 1985 год. Ульф Андерсон или Андерсон, я извиняюсь, если ударение не так ставлю, не специалист в шведских фамилиях, но специалист в творчестве этого шахматиста. За год до сыгранной партии он возглавлял сборную мира в матче сборная мира против сборной СССР. И прославился своей знаменитой Эншпильной техникой. Он постоянно играл в скучные, неинтересные практически дебюты, редко проводил атаки на короля, но Эншпильная техника и мастерство переката соперника было у него, конечно, на уровне. Поэтому, кому как не ему попадать в учебник. Итак, что здесь делают белые? В отличие от прошлого примера, у Черных с королем вроде все хорошо. но даже при такой безопасной позиции расслабляться, конечно, ни в коем случае не стоит. Какой план продемонстрировал Ульф Андерсон? Он пошел ферзем на Ашпять. Это такая небольшая профилактика против хода Ж6 и попутное нападение на Слона. Но на Слона, скажем так, это попутная цель. Понятно, что не надеялся он съесть Слона, надеялся, что Слон отойдет, но ход Ферзь Ашпять немножко обездвижил черные пешки. Для чего? Как ни странно, на поле Ашпять собрался Ульф Андерсон приводить свою пешку. Давайте смотреть дальше. Ну, Слон отходит. Ж3. Ж3 это подготовка к ходу Ашпять. Ну, конечно, еще форточка, но мата по последней линии белые тут не боятся. Почему? Во-первых, Ферзь пока поле Д1 контролирует, во-вторых, всегда есть ход Слона Х1. Но Ж3 это скорее подготовка к ходу Ашпять. Ферзь Д7 Ашпять. То есть, видите, белые вначале обездвижили пешки королевского фланга соперника и теперь собираются привести пешку Ашпять по максимуму по максимуму ограничить соперника. Я уже во многих видео говорил, что когда вы не знаете как побеждать, но чувствуете, что ваша позиция чуть-чуть лучше, имеет смысл надвинуть свои пешки по максимуму, особенно непроходные пешки. То есть, такие пешки, которые будут ограничивать движение пешек соперника, движение фигур соперника, чтобы в случае перехода какой-то стадии обмена ударами и потенциального перехода в какой-то пешечный Ашпиль, ваши пешки стояли заранее очень хорошо. Итак, Король Аш7, Ферзь Ф3 уступается поле для пешки Аш5, Слон С3, Слон С4, попытка вызвать ослабление белых полей. Если сейчас пойти Аш6, то возникает примерно похожая ситуация с прошлой партией, только там были все черные поля слабые, у черных тут будут все белые. Понятно, за пешку на Аш7 черные предпочитают посражаться, ну, потому что кому хочется со слабыми полями играть. Ферзь А8 шаг Аш5, Аш5. Ну, тут я не знаю, нужен был ход Ферзь А8, не нужен, то есть он точно ничего не портит, точно здесь все в порядке, плюс ставится небольшая позиционная ловушка. Кажется, что пешка Аш5 оторвалась от коллектива и черные могут ее быстренько выиграть, чем, собственно, черные и попробовали воспользоваться, но кое-что они не досчитали, кое-что они не досчитали. Ход Ферзь Д8 очень, очень, тонкий ход. Возникает угроза хода слон Д3. Пешку на Аш5 нельзя, если за хода Ферзь Д3 с последующим Ферзь Д3 и выигрышем слона. Приходится Ферзю уходить с отличной клетки на Ф5, ну, точнее, придется в скором времени уходить. Черные предпочитают сыграть слон Ф6, но как-то выглядит все это очень, очень подозрительно. Почему? Потому что поле Ф7 совсем троллер. Я бы, наверное, даже посоветовал, не знаю, можно такое советовать или нет, какой-то ход типа Ферзь Ф6 в надежде на... Хотя там слон Д3, Ж6, ну, в общем, да, уже позиция, честно скажем, неприятная и, наверное, черные должны были искать какие-то варианты, как поменять Ферзей, ну, отдавая попутно где-то пешку. Вот, слон Ф6, Ферзь Е8. Все, теперь пешку будет жутко невыгодно, потому что слон Ф7, нападение на Ферзя, нападение на мат, а шахи заканчиваются очень быстро. Еще, кстати, обратите внимание за расстановкой белых пешек для ферзевых окончаний. Я очень люблю такой волнорез H4, G3, F2, ну, здесь пешка уже на H5 ушла, но часто в ферзевом окончании полезно ставить вот в одну линию пешки по диагонали F2, G3, H4, потому что король очень хорошо от попыток вечного шаха уходит. Ну, здесь, собственно, съели, съели слон Ф7, шах, король G2, тут оказывается, что не только король H2 вполне достойный ход, но и король G2, потому что даже по большой белой диагонали никак не шахануть. H5, попытка спасти, вот тут следует просто форсированный мат, шах, шах, ну, на король G5, там тоже не все хорошо, там, по-моему, F4, король F5, ферзь G6, и все заканчивается в итоге матом. Ой, ферзь H7 и ферзь G6, извините, быстро на конец варианта перескакиваем. Итак, давайте подведем итоги, чему научили нас сегодняшние партии. Эти партии нас научили, что если у нас остался ферзь вдобавок к нашим разноцветным слонам, то и мы хотим поиграть на победу, нам желательно уходить от разменов ферзей, ориентироваться на слабые поля в лагере соперника. Если их нету, если их нету, то их можно создать надвижением своих крайних пешек в сторону королевского фланга соперника. Главное только при этом, конечно, сохранять контроль и следить, чтобы попытка наших пешек ослабить короля соперника не привела к слишком большому ослаблению нашего короля. Но если фигуры расположены довольно активно, если они не позволяют сопернику претендовать на вечные шахи и прочие неприятные гадости, то вполне можно попробовать поиграть на победу при ферзях и слабах. Всем спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok